привет ребятки это осень по-израильских золотая осень моя цель конечно здесь я немножко сквозану просто это сам лимона у нас останется позади ну вот чтобы вы понимали что такое осень в израиле есть и у нас листья ребята не только у вас эти лимончики тут их было полно в этот год их не убирали причина мне абсолютно непонятно то есть весь сад полностью осыпался и вот весь так и остался лежать между рядами ну я держу путь чуткиным места я хочу просмотреть как дела обстоят есть тут небольшой садик где растут оливки сейчас их урожай ребята с которыми я работаю рабчата уже начали уборку своих плантаций ну вот чтобы вы понимали как выглядит золотая осень в израиле вот так она как-то ребятки и выглядит лимоны старые лимоны новые никому не даром не нужны ну мы просто пройдем буквально тут пару сотен метров по самой деревне деревья называется нерти она рядом с моей работы как я только услышал от ребят что наконец-то оливки поспели пойдемте и мы посмотрим есть тут рядышком сад но я не знаю ли мы туда попадем ввиду того что часть земель вокруг моей работы соответственно вокруг этой деревни отданы под строительство там все отгородили повырубали но на минуту давайте этим красавцам уделим время потому что я ребят я не могу равнодушно проходить мне вот этой красоты а настолько проста и настолько она красиво настолько она ярко и интересно что я считаю что если мы уделим несколько минут нашего времени этой красоте то ничего сильно не потеряем я думаю что по большей мере мы найдем да ну вот тоже кстати как я был на последней экскурсии гид сказал что вот то что мы с вами видим вот эту красоту бугенвили это не что иное как листья то есть вот они опавшие листья в прямом смысле на осеннюю тематику а сами непосредственно цветы они находятся вот они внутри цветочки внутри точнее листиков красотища ну что ладно давайте сквозанем посмотрим что да как там с оливками там еще есть красивая рощи с эвкалиптов это мне тоже неведомо или туда можно подойти или там можно поснимать я не знаю я говорю ввиду того что перекопали тут все подгородили землю по всей видимости распродали сельхоз угодья нынче не рентабельно можно так предположить что отдать их под строительство было гораздо выгоднее я в точности не знаю поэтому с вами идем сейчас все узнаю да но вот сама деревня я очень люблю вот и охранник все как положено есть охранник будет будет но так как в эту часто гуляет не сильно там же они на меня реагируют а серия герои то я к ним абсолютно нашу спокойно вот еще цветение тех желтых деревьев но ввиду того что мы не будем заходить прямо к людям в дом ну вот они еще цветут удивительно удивительно я не знаю я просто что-то чем да но чтоб все понимали кто не знает то выздоровели с приходом осень приходит долгожданная прохлада ждем дождей но соответственно когда начнутся дожди то наша выжженная страна за зеленеет если весь мир погрузится сейчас на некоторое время холода в снега континенты укутают дожди и туманы то у нас все с точностью до наоборот когда придут дожди вся наша страна зацветет вот игорь